В курортном районе Санкт-Петербурга есть необычный посёлок. Его старая часть утопает в вековых соснах, а сохранившиеся необыкновенной красоты старинные здания напоминают о том, что когда-то он имел титулованное название «Графская». Нынче этот посёлок известен под именем Песочный. Сегодня посёлок Песочный стремительно меняется. Строятся новые дома, новые дачи, меняя облик старого Песочного. Но родившиеся здесь хорошо помнят, каким он был полвека назад. Это был дивный, такой заштатный, очаровательный оазис, где, поскольку там была песочная почва и росли толстенные сосны Веймутова, там проживали люди таких, как-то раньше говорили, интеллигентных профессий. И академики, и писатели, и поэты, и художники. Песочное состояло из деревянных таких шале, из таких усадебных домиков, таких финских домиков, можно так сказать, с резьбой, с какими-то излишествами. Вот эта песочная, она для меня, конечно, очень важна. Я иногда туда приезжаю, чтобы прогуляться по её аллеям. Правда, сосен уже меньше, заборов больше, автомобилей больше. И вот этот патриархальный быт, он уходит. Да, нынче песочный другой. И многие так называемые излишества в архитектуре тоже утрачены. Тем не менее, здесь ещё остаются драгоценные приметы и следы ушедших эпох. И этим тоже дорог этот старый уголок Петербурга. Официальная дата рождения посёлка – 1902 год. Но важно отметить, что вначале он именовался как «Графская колония». Слово «колония» было в то время в ходу и означало «поселение». Но эта часть топонима не прижилась, и посёлок в дальнейшем стали называть «Графская». Вся история Графской связана с семьями графа Левашова и князя Вяземского. Однако эти земли не пустовали и раньше. И владели этими землями выдающиеся люди, военные и государственные служащие. Первым владельцем был Апраксин Фёдор Матвеевич. В 1710 году Пётр I подарил земли за взятие Выборга у шведов. Затем был граф Потёмкин Григорий, граф Орлов, граф Лопухин. И последним владельцем был Левашов Василий Васильевич. Участник войны 12-го года, герой, который имеет множество наград. И именно при детях и внуках графа Василия Левашова посёлок стал обустраиваться. Когда появилась железная дорога, часть графских земель стали продавать под дачное строительство. И началась новая история графской. Было общество пожарное. Кстати говоря, у пожарников был свой духовой оркестр. И пожарники зарабатывали деньги на нужды своей дружины. То, что они играли в театре. Был свой театр, замечательный театр. Было общество обывателей. Было общество любителей духовой музыки. А 18 июля 1904 года в Графской состоялось знаменательное событие. Освящение церкви преподобного Серафима Саровского. Красота храма поражает. Это воистину высокий образец деревянного зодчества. Строил церковь военный инженер Иван Соколов. По проекту архитектора Василия Сародинаки. Освящал храм при освященной Сергий Строгородский. Будущий патриарх Московский и всея Руси. Почитаем этот храм и тем, что он связан с жизнью и служением в нем канонизированных святых. Праведного Иоанна Кронштадтского и священно-мученика философа Арнацкого. В страшное богоборческое время церковь была разграблена и для богослужения закрыта. Осталась у нас церковь разоренная. И вот в этой церкви мы ходили на танцы и показывали кино. Вот это единственное. Это уже потом у нас построили Дом культуры. А так вот и потом, когда уже и прокат там был в этом, все в этой разоренной церкви. Выдавали на прокат холодильники, коляски и все прочее. Но сейчас это церковь, она в таком очень романтичном уголке Песочной находится. Возрождение храма началось уже в новые времена. Церковь долго реставрировали, и она вернулась к жизни. У нас в поселке Песочный имеется источник. Он тоже расположен на замечательном месте. Внизу протекает Черная речка, и этот источник впадает в нее. Вода чистая, хрустальная. Брали на пробу ее. Она очень вкусная. И из города все сюда приезжают. Представляете, столько много народу. И, конечно, этот источник у нас освещается батюшкой. Уже в советское время, в 20-е годы, в поселке был открыт первый очаг. Так называли здесь детские сады. Появился и клуб знания. За ним изба читальня. Была построена больница. А вот само название поселка вскоре было лишено, так сказать, графского достоинства. Ему дали новое имя – Песочный, по песчаной почве. А платформа графская, соответственно, стала называться Песочная. Позже, уже в 50-е годы, переименовали и улицы, первоначально носившие имена членов семей князей Вяземских и графов Левашовых. Я живу на улице Песочная, угол Песочная и Советская. Раньше бы сказали, это угол Елизаветинской и Вяземского проспекта. Улица Краснофлотская, которая сейчас называется Краснофлотская, и от нее начинается военно-морской городок. Раньше она называлась Леонидовская. А перекресток улицы Песочная, теперешняя, ранее Елизаветинская, вот этот квартал занимали дома Вяземских. Так нам говорили. И в Песочном, сериториально, это самая высокая горка. Вот когда мы идем со станции, мы идем вверх-вверх-вверх, доходим до какого-то места и спускаемся. И так всегда графские дома располагались на какой-то возвышенности. С детьми мы бегали по этим домам. Там были дачи, там были какие-то, для нас это были дачи. Мы находили какие-то флигели, флюгеры с такими странными изображениями чугунными. И нам говорили, что здесь жил графский сапожник. То есть мы понимали, что это место с историей. А еще в Песочном есть улица телевидения. Но, как говорят краеведы, такой улицы нет. Она самопровозглашенная. Однако табличка с названием выглядит вполне настоящей. А вот Дом культуры в Песочном есть. Причем это гордость песочинцев, как называют себя местные жители. В нем более 90 кружков. Есть в Песочном и чудесные скверы. В полном смысле этого слова, то есть с чудесами. С дивными сказочными героями в одном сквере и со смешным мультипликационным героем-почтальоном Пичкиным в другом. И, конечно, нельзя не сказать, что во все времена поселок Песочный любили дачники. Там можно было недорого снять какую-то комнатку или даже целую дачу. А у многих уже потом появлялись, в 50-е годы активно строились там дачи. Со временем этот поселок превратился в такой какой-то удивительный пригород, куда приезжали художники на этюды. Они там писали эти сосны, они наслаждались пением птиц, стуком дятла. В общем, такая ароматическая природа. А еще широко известен Песочный своими тремя крупнейшими в стране онкологическими научными центрами. Не случайно на эмблеме поселка изображена чаша со змеей – символ медицины. У нас и направление, и наука, и церковь, и школа как-то все это объединяет у нас. И поэтому мы живем очень комфортно в нашем поселке. Нам очень нравится наш поселок. Есть в Песочном и военно-морской городок. Он был построен уже после войны. Но еще раньше, с 1917 года по 1941, поселок входил в пограничную зону, а в годы Великой Отечественной Песочный являлся прифронтовой территорией. И это особая, трагическая и одновременно героическая страница истории поселка. Для песочинцев это святое. И поэтому у нас много памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Это памятник «Вечная слава советским воинам», установленный в 1967 году. Это стелла памяти жертв блокады. В годы блокады погибло от голода и холода более 600 человек, хотя население на начало войны было всего 3000 человек. Это свеча памяти, памятный знак с цифрой 910. 910 песочинцев ушли на фронт, одна треть не вернулась. И памятный знак у школы героическим защитникам Мадзунского архипелага. Шесть памятных досок, которые говорят о том, что жители поселка Песочно перенесли все тяготы, которые дала эта ненавистная война. Но они выставили и победили. В доме, в котором мы сейчас живем, раньше, во время войны, стоял связисты, обосновались, и был расположен их штаб. Это нам рассказывал дедушка наш. И на территории нашего дворика рылись окопы, проводились провода, и в дальнейшем, когда мы благоустраивали участок, мы вот это находили. И все эти военные реликвии, документы, военные фотографии, письма с фронта бережно собирают и хранят в библиотеке поселка. Библиотека, кстати, замечательная, уютная и радушная. Есть в ней и краеведческая экспозиция, где можно увидеть поразительные, давно ушедшие в историю вещи. Первый деревянный утюг – патефон, лапти, кирпич. Так как у нас был кирпичный завод, это еще в конце 19 века, есть кирпич с клеймом Г.Л. Граф Левашов. Есть патефон, пластинки и много еще удивительных вещей. Да и в самом поселке много удивительного. Это в первую очередь старинные здания. Многие называют их финскими домиками. Но на самом деле эти дачи в стиле северного модерна строили известные русские архитекторы. И что особенно ценно, некоторые из этих уникальных строений сохранили свой первозданный облик, свою подлинность. В нашем поселке, как ни в одном другом, можно проследить все архитектурные стили 20 века, начиная от модерна нео-барокко и кончая сталинскими, хрущевскими и брежневскими постройками. Вот знаете, прямо вот это модерн идет, это хрущевки, а это современная застройка. Современной застройки становится все больше. А вот деревянная архитектура под угрозой исчезновения. Это при том, что в годы Великой Отечественной войны в Песочном не пострадала ни одна дача. Многое стало гореть в 90-е годы, когда эти участки стали очень дорогими. И вот они вспихивали, вот они, значит, вступали место каким-то уже каменным, значит, палацци, который строили люди, не всегда обладающий каким-то эстетическим вкусом и пониманием того, в каком контексте все это находится. Конечно, все меняется. Но вот этот дух, который был заложен, видимо, в храме, я так воспринимаю, так чувствую, этими великими людьми в такой чистоте помыслов, он остается. И остается историческая память, на нее вся надежда. И на песочинцев, прямых наследников истории, и графской, и песочного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok